Здравствуйте! Я Лилей Тимеева. Буду общаться с вами в культурном контексте. Смотрите выпуски. Песни отметим юбилей. Творческий вечер, посвященный дню рождения Александра Пахмутовой, провели в Монино. Хорошо забытая старая встреча с Семеном Морозовым прошла в театрально-концертном центре Щелковский театр. Стихи и проза на оценку своей произведения в Щелковской библиотеке читали школьники. Ее песни исполняли и продолжают исполнять с особым трепетом. Ставшие легендарными, они затрагивают душу глубоким смыслом и жизнеутверждающим настроением. Юбилей Александры Пахмутовой отметили в Монино. Творческий вечер, посвященный любимому композитору, провели в Доме офицеров. В минувшую субботу композитор Александра Пахмутова отметила свой юбилейный день рождения. Ей исполнилось 90. Для жителей Монина и для работников местного культурного досугового центра в Доме офицеров это не просто дата. Это еще и возможность порадоваться тому, что песни их юности, написанные одним из самых известных в нашей стране композиторов, продолжают звучать с экранов телевизоров в концертных программах по всей стране. Пахмутова не просто популярна, она почитаема на самом высоком государственном уровне. В эти дни юбиляру по указу президента России присвоен орден Андрея Первозванного. В историческом центре российской авиации в Монина, где проживают многие уважаемые в нашей армии военные авиаторы, этот творческий вечер, посвященный Александре Пахмутовой, уже традиционный. Конечно, мы отмечали 85 лет ее, со дня рождения, 5 лет назад. И, конечно, сегодня, в 90-летии мы никак не могли обойти это, потому что это женщина, которую не только поют, эту женщину, песни ее, которые просто поют, пели, поем и будем петь, потому что песни, они все о любви, о жизни, о радости. Песни, моя луния, я, твой преданный орден. Скажите, пожалуйста, вы сами поете песни? Ну, я так, можно сказать, ну, для себя только, вот, а так нет. Где-то в концерках не участвую, нигде не участвую, но люблю послушать музыку. А петь-то вы будете сегодня? Да, будем. А что будет теперь? Раненая птица. А ты можешь петь сейчас буквально одну францию из этого? Ну, спой мне, вот прямо-то возьми. Могу начало. Раненая птица, руки не давала. Раненая птица, птицей оставалась. Этот сон давнешний до сих пор мне снится. На траве кровавой строгивает птица. Серьезно, очень серьезно. Молодец. Уже такие песни знает Молочина. В концерте выступили вокальный инструментальный ансамбль «Лира», студия детского эстрадного мастерства под руководством Юлии Вагановой, певцы-солисты Светлана Ермакова, Владимир Павловский, хор ветеранов «Истоки». Творческий вечер получился очень красивым и волнующим. Акция просвещения и культурного обогащения очень полезна и нужна людям. Возможность бесплатно посещать музеи, галереи, театры, культурные площадки представляется жителям разных городов, в том числе нашего городского округа Щелково, в Ночь искусств. Ночь искусств – ежегодная культурно-образовательная акция, которая проводится с 2013 года, всегда в начале ноября, и является завершающей в цикле так называемых культурных ночей – театральных, музейных, библиотечных, музыкальных. В Щелковском историко-краеведческом музее такие встречи всегда проходят очень тепло, как в семейном кругу, и всегда гостей ждет что-то новенькое и интересное. Лозунг «Ночь искусств» в разные годы был «Искусство объединяет». И мы постарались соединить сегодня людей разных творческих профессий в одно целое, то есть провести ряд творческих встреч и соприкоснуться с разными видами искусства. В рамках «Ночи искусств» наградили участников фотоконкурса «Щелковский край. Место для отдыха и вдохновения». Гран-при в номинации «События», и это очень-очень приятно, досталось нашему коллеге, оператору Щелковского телевидения Сергею Василевскому, за фоторепортаж с фестиваля «Душоновские маневры». А еще были творческая встреча с художником Виктором Орловым, чья выставка живописи и графики сейчас развернута в музее. Интерактивная экскурсия «Застывшее время в письмах» по выставке «Москва-Мытища Щелкова. Путешествие по железной дороге» на рубеже XIX-XX веков. Большим другом нашего музея является кандидат архитектуры Алексей Воробьев, который тоже собрал гостей на творческую встречу. В этот раз он решил поделиться со зрителями своими впечатлениями из поездок по миру. Рассказал о необычных архитектурных объектах, вызывающих интерес не только у туристов, но и у профессиональных строителей и архитекторов. Вот, например, капелла брата Клауса в деревушке Вахендорф под Кёльном архитектора Петера Цумтера. Здание построено методом заливки бетона с последующим выжиганием внутренней опалубки. Затерянное где-то в полях оно меньше всего напоминает культовое сооружение, но это лишь снаружи. Сейчас фокусировал этот свет, там абсолютное ощущение дешевле. То есть, когда нет столб туристов, ты заходишь, и вот эта вот связь между тобой и Вселенной, между тобой и Богом ощущается потрясающе. Причем, когда ты входишь, нет вот этого перехода между внешнему, экстерьером и интерьером. Архитектор по образованию и призванию Алексей Воробьев успел поработать и чиновникам, и руководителям, но везде присутствует творчество. Он автор нескольких успешно реализованных архитектурных концепций и общественных пространств в городах Подмосковья, Королеве, Звездном, Орехово-Зуеве, Раменском. И, конечно, в родном Щелкове. Это Алексей придумал и пешеходную парковую, и молодежную набережную. Последняя, кстати, недавно получила золотой знак на архитектурном фестивале «Зодчество-2019». А еще, напомню, Алексей Воробьев является автором концепции архитектурного пространства в музее, как раз вот этого, где мы сейчас находимся. И сегодня, в ходе экскурсии, он раскрыл некоторые воплощенные здесь свои творческие задумки. Например, многие спрашивают, а для чего эти окошки, в которых расположены громкоговоритель, телефон, керосинка? А все просто, рассказывает архитектор. Эта стена разделяет Щелкова в годы мирного развития и в годы военного времени. Предметы в нишах, как связующие элементы нашего быта между миром и войной. Или вот, о некоторых решениях по представлению музейного пространства. Идея как раз, опять же, подлинности. Эти балки, они несут бетонные своды, которые вы тоже видите, вы их тоже оставили. А балки специально подчеркнули, что это тот конструктив, который здесь любил душу. Идея, нужно показать, чтобы здание само рассказало. Завершал вечер, плавно переходящий в ночь, концерт Эдварда Сакса. Это сценический псевдоним нашего земляка Эдуарда Гончаренко. В программе «Многообразие музыки» музыкант представил эстрадные и джазовые композиции, как написанные для саксофона, так и популярные произведения в обработке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У директора музея Натальи Богдановой родилась идея предложить друзьям музея, и коих немало, попробовать себя в качестве гидов по тематическим направлениям. Но это будет уже совсем другая история. Возможно, следующей ночи искусств. Литературный конкурс для школьников. Стихи и проза на оценку в Щелковой подвели итоги конкурса, в котором литературные работы школьников оценила жюри. В Центральной городской библиотеке, где состоялся конкурс, состоялось знакомство с будущими поэтами и прозаиками. «Цвета лесов, как на картине, художником написанной давно, зеленый, серый и не ярко-синий, печальное осеннее панно». «Луч солнца нитью золотой играет, моя земля его теплом согрета. Когда с тобой я, сердце замирает, ты мой счастливый уголок заветный». В Щелковской городской библиотеке прошел литературный конкурс для школьников, организованный ресурсным центром имени Кирилла и Мефодия Московского государственного областного университета. Конкурс проводится в Щелкове уже второй год подряд. Сначала прозаические и поэтические работы учащихся оцениваются школьными учителями, а затем в учебно-методическом образовательном центре администрации из них отбираются лучшие. Их авторы выступают на завершающем этапе в библиотеке на Парковой улице, где компетентные жюри подводят итоги конкурса, после чего будут названы победители. «Им это нравится, это им интересно, и нам необходимо развивать эти способности у каждого ребенка. Кто-то может на публику декламировать свои те или иные произведения, а кому-то это тяжело. Вот на муниципальном этапе мы с вами увидели, что действительно очень разные детки, очень разный уровень подготовки. Но тот эффект и то желание и стремление каждого ученика, оно действительно очень велико. Мы должны дать возможность каждому ребенку раскрыться». Согласитесь, хорошо, когда умение точно и бережно обращаться с литературным словом, артистично читать перед залом свои прозаические зарисовки и способность красиво декламировать стихи одобряют и родители. «Ой, я удивлена и очень рада. Мне безумно понравились, практически все, наверное, дети. И я счастлива, что такие талантливые дети, что у нас есть будущее». Литературный конкурс набирает обороты. В этом году в нем приняли участие более 50 учащихся из школ городского округа. Самые интересные стихи и прозаические зарисовки школьников будут направлены на региональный этап конкурса. И далее в качестве самой высокой награды, признанные победившими сочинения, будут опубликованы в специально издающемся литературном сборнике. Встречи с актерами, режиссерами и музыкантами, словом, творческими людьми – формат, который имеет весьма давнюю историю. Наши бабушки, например, наверняка помнят, как в местные ДК приезжали с творческими вечерами народные и заслуженные артисты. Пели песни, читали стихи, рассказывали о работе над фильмами. Похоже, что эту традицию решили продолжить в театрально-концертном центре Щелковский театр. Там прошла встреча с актером и режиссером Семеном Морозовым. В театрально-концертном центре Щелковский театр прошла первая встреча нового киноклуба. На него пригласили актера и режиссера Семена Морозова. Мы знаем его по многим ролям кино, из которых «Самое звездное» в фильме «Семь невест» Ефрейта Разбруева. Известен публике он и как режиссер. На протяжении почти 20 лет Семен Морозов снимал детский юмористический киножурнал «Яролаж», за что в 2010 году был удостоен премии правительства России. Открытию киноклуба в Щелкове Морозов придает по-настоящему большое значение как интересному и перспективному начинанию. Очень, на мой взгляд, важный, нужный, серьезный проект. Это киноклуб. Это вообще идея киноклуба. Во-первых, я осуществленную эту идею видел во многих городах. И есть просто фанаты, в хорошем смысле слова. Это не фанаты «Спартака» или хоккейной команды, понимаете, которые подраться могут за свои убеждения. Тоже хорошо. Ну, это все. А это люди, которые хотят в этом разбираться, все будут ждать. Во всем мне хочется дойти до самой сути, да, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Вот что-то в этом духе. Семен Морозов стал первым гостем киноклуба. Впереди будут следующие заседания, на которые приедут и другие любимые зрителями звезды кинематографа. Киноклуб, он объединил любителей кино, тех, кому интересно. Конечно, хотелось бы рассказывать о кино прошлых лет. И, наверное, с самого боевого основания. То есть еще с кино «Глухонемой», которое у нас было. И как это все развивалось, как росло, и чего мы достигли. Когда мне сказала Оля Никонова, значит, «Щелковская», значит, выпускница ВГИКа, и мы с ней вместе учились, не вместе, разумеется, значит, раньше, учились во ВГИКе, и она дипломированный киновед, превосходно учился, да все это знает, и ей, как говорится, и в руки, руки в ноги, в ноги в руки. В общем, я приехал, как только она мне пригласилась, сказал, приеду обязательно, это нужно, я расскажу. Ах, вот, а не всякие, а это кино, оказывается, содержит смысл такой, ах, а что, а бывают комедии другие, да, и бывают другие, а бывают такие, а бывают такие, а какие еще бывают, вот. И вот как только начинаются вопросы, а какие бывают, а какое кино еще есть, а что, обязательно придешь, неизбежно придешь, а с чего начиналось, а что было. Не все же знают историю кино, про братья Флюмьер, там, я не знаю. Вот, понимаете, вот это, на мой взгляд, кино, оно же вечное, оно все равно будет, на разных носителях оно никуда не денется, оно вечно будет существовать. Вне всякого сомнения, киноклуб в театре на Фабричной – увлекательное занятие для многих щелковцев, и для людей постарше, и для совсем юных. Теперь всем, кто захочет присоединиться, осталось только внимательно следить за объявлениями на сайте Щелковского театра и на его афишах. И на этом все. Как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Субтитры создавал DimaTorzok